В этом году завершается, сейчас проходит их перспективный проект, потому что успешно реализуем дальнейшее благоустройство улица 2 марта. И не всегда все мерится только бюджетными деньгами, неоднократно, я подчеркивал, прилегающие территории к нашим социальным учреждениям, офисам, зданиям, неразграниченные земельные участки требуют нашего участия. Сквер или земельные участки, кроме здания социальной социальной защиты, на улице Советской, на стыке Почтовой, требуют серьезного такого участия. Мы оттуда вывезли огромный объем мусора, я думаю, что в этом году все-таки предварительно проговаривал с нашим предпринимателем, примут участие, поддерживают, там появится новый сквер, новая благоустройная площадь. К сожалению, таких мест очень много, которые требуют пристального внимания. Территория напротив полиции, в ужасающем состоянии, уже во второй половине дня удалось скосить, и это было впервые за много-много лет, первый раз там скосить. В связи с этим я ставлю задачу, это формирование новых общественных пространств, благоустройных территорий на территории города, это все-таки очень важный приоритет. И для меня важно подчеркнуть, что это не только бетон на свате или брусчатка, но просто зеленая трава, вовремя которая подкашивается, ухаживается. Я думаю, что это будет уже украшение глаз и украшение города, и без каких-то замашек на серьезном проекте в бетоне. Огромное слово благодарности, я считаю, что работа по озеленению с нашими партнерами, кто занимается содержанием цветников, тоже площадь уютная, есть чем еще заниматься. И общая площадь почти 300 тысяч квадратных метров, в которых лежит содержание, это газонные парки, скверы, общественные пространства. Не все там гладко, но достойно мы провели этот сезон, объемы работ кратно увеличились. Ну и, если кто летом заметил, мы без большого шума провели реставрацию памятников с гордящим Владимиром Ильичем Лениным. Я считаю, что отдельно надо разрабатывать программу по зимнему благоустройству. Пока есть к чему стремиться. Тема, которая постоянно тоже на повестке дня, это наша вырубка сухих и аварийных деревьев. Цифры более чем пока скромные. Есть какие-то конфликты, сопровождают эту работу. Скажем так, не совсем удалось нам гладко провести эту работу. Были нарекания жителей и общественности.